МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Главное для меня, для нас, это есть семья большая, чтобы она разрасталась, и она не разделялась, а была в куче. Наверное, вместе, совместно. Есть же поговорка, да? Вот кулак – это кулак, а уже сколько пальцев, если они вместе? И совсем другой, когда ты там будешь один. Ты один ничего не сделаешь. Любовь и сплоченность – это значит. Семья важнее всего. Это Надежда Кузнецова уяснила еще в детстве, когда рано осталась без мамы. Тогда ее взяли на воспитание старшие сестры – Тоня и Валя, и дали в жизни все, что смогли. А Александр, муж Тони, заменил отца. Я всегда слушалась, что мне говорили сестры. Я всегда чувствовала, что они говорят от сердца, что они хотят, чтобы мне было это хорошо. Я это понимала. Но характер на мой, конечно, повлиял и Саша, зять. Но мне его нравится, конечно, это выражение всегда. Когда он говорит, кто через мои ежовые рукавицы прошел, тот стал человеком. И человеком стала, и на строителя выучилась, и в мужья выбрала человека, с которым живет уже 35 лет, с которым воспитала двоих детей-помощников и теперь уже радуется внукам. А в бизнес путь начался еще с пути Ленина – колхоза в подъем Михайловке, куда приехали с мужем по распределению, с первых трудностей сельской жизни. Ведь село работает без выходных и праздников. Мы везли хозяйство вместе, и корову доили по очереди. Если он жаворонку, он утром вставал, корову доил, то я вечером корову доила. Как бы это вот, когда это вместе делается, и ведется хозяйство вообще, ну, это не так уж прям трудно. С 90-ми пришел конец спокойной сельской жизни. Развалился колхоз. Пришлось начинать все заново. Кузнецовы брались за любую работу. Строительство и пекарня не пошли. Времена были не для частного бизнеса. Идею открыть придорожное кафе – вагончик на трассе – подсказали родственники мужа. У него, у двоюродной сестры, муж богатым, у него был небольшой кафе. Вот он нам всегда говорил, у вас такая трасса хорошая на Казахстан. Ну, понятное дело, в России такое вот время настало, что нету людей денег. Но люди-то мимо ездят, у которых есть деньги, будут заезжать, есть далека, им тоже надо покушать. Наши первые посетители в основном были от Казахстана. И у нас на здании мы писали надпись «Добро пожаловать, братья казахи». Даже такая надпись была. Русские щи и блины в перемешку с бешбармаком и лагманом помогли молодому семейному бизнесу Кузнецовых встать на ноги. Первое время Надежда готовила сама по семейным рецептам. В вагончике с мужем дневали и ночевали. Пришлось проявить какую-то силу воли, перешагнуть через какие-то свое «я» и двигаться ради будущей нашей семьи, ради детей. Работать – самое главное, это везде, в основном, в любом бизнесе – это труд. Нравится, не нравится – это надо делать. Потом к делу присоединился и сын. Вагончик Кузнецовых «Ветерок» никогда не простаивал, а спрос понемногу родило расширение. Понадобилось открыть уже целый постоялый двор. В свое время было даже тогда такое, что в вагончике, трасса, люди попали в аварию, зимой холодно. Мы их пускали в вагончик ночевать с охранниками, незнакомых людей оставляли. Людей жалко, не оставлять же на морозе их. Сейчас у Кузнецовых подъем Михайловки двухэтажный гостиничный-ресторанный комплекс. Супермаркет, производство полуфабрикатов, автосервис и парикмахерская. Ресторан в выходные забронирован на месяц вперед. Открыли второй зал. Сын-фермер поставляет мясо. Дочка вместе с Надеждой занимается бухгалтерией. Муж Сергей занимается строительством и автосервисом. Но собраться с семьей на маминой кухне хотя бы раз в неделю – святое. Чаще просто некогда. Да, счастье в этом и заключается. Когда ты видишь, что счастливы дети, счастливы внуки. Да, вот для нас уже в таком возрасте мы радуемся, что у детей все хорошо. Мы уже, наверное, с мужем так друг к другу прикипели, что мы друг к другу не то что там слышим, мы чувствуем, что кому надо. Для нас сейчас самое главное – это счастье наших детей. Жена, мама, бабушка, бизнес-леди, лучший руководитель предприятия «Общепита» 2011 года. Одна из учредителей и активный участник Ассоциации предпринимателей Волжского района. А с недавних пор еще и районный депутат. Последнее – не амбиции. Очередная возможность делать то, за что муж называет «сердобольное» – помогать детскому саду, школе, малообеспеченным семьям, пусть и себе в убыток. Кузнецовы восстанавливают местный храм архистратига Михаила Архангела. Благодаря ветерку у третьей односельчан сейчас есть работа. Для надежды полезных дел много не бывает. Была бы семья рядом, а надежды хватит на всех. Надо видеть в людях, стараться видеть хорошее и доброе. Если ты будешь видеть только что-то плохое, ну и к тебе вернется это, будет к тебе идти это плохое. Каждый год думаю, ой, все, мы вот такое достигли, мы пришли к такому, ну все, вот я теперь буду жить так спокойно. И вы знаете, с каждым годом что-то все больше накладывается, больше, больше. Какая-то работа еще другая появляется, какие-то новые отчеты. Поэтому у меня желание вот это в первую очередь, чтобы внуки подросли и дети вышли. И вот не заглох наш бизнес, а дальше развивался. Это, конечно, в первую очередь это желание. А бизнес будет жить, ведь он основан на самом прочном фундаменте – семье, в которой есть трудолюбие, уважение, взаимовыручка, отзывчивость к чужой беде и любовь. По личному семейному рецепту Надежды Кузнецовой. Субтитры создавал DimaTorzok